Всем привет! Сегодня я буду смотреть интересные и не совсем, но необычные пасхалки в Google, а это игры и просто полезные, ну, проще говоря, штуки. Первым делом я хочу показать вам игру Дрейдл. Просто вводим её в поиск и, во-первых, справа мы получаем, во-первых, что это такое, а по центру у нас появляется игра, собственно. У меня, конечно, она прям чуть-чуть подлагивала, но не должно вообще такое быть. И мне выпал шина. Не знаю, что это, но... Просто, чтобы ведь время зайдёт. Далее это у нас Fun Fact. Но, на самом деле, я сделал ошибку. Сейчас я вам даже покажу, что это ошибка. Потому что правильно в Fun Fact. Вот, я ввёл уже правильный перевод. И просто мы получаем смешной и интересный факт. Но, опять-таки, только на английском. What makes a... Ну, в общем, вот. Fruit and vegetables. Чего? В общем, вот идёт маленькая загрузка. И такой вот, собственно, ответ. Далее у нас идёт игра. Змейка. Опять-таки, самая обычная. Змейка. Управление, кстати, ведётся на стрелочке. Ну, и опять-таки, опять-таки, не налагают. Это норма. Бывает. Главная цель, это просто собрать яблочки. Времени тут, как такового, нет. Поэтому спешить не нужно. Далее у нас идёт игра Paceans. Просто вводим в поиск и получаем игру. Но я играть не умею. Поэтому я не знаю, что это вообще такое. Опять-таки, два уровня. Простой и сложный. Не знаю, что это. Какие-то штуки, карты. Новая игра. Опять-таки, что выбор. Вот, новая игра. Простой и сложный. Сложный. Из-за карты. Я вообще это не понимаю. Поэтому, ну, бывают. Пробовал я их перекладывать. Опять-таки, влагать, ну, чуть-чуть может. Следующая игра, это Сапёр. Опять-таки, вводим Сапёр. Нажимаем Играть. Сейчас, опять-таки, меняем Грузица. Почему-то очень долго. Но это бывает. К сожалению. Опять я нажимаю Играть. И опять-таки, вот. Правая кнопка мышки, это Ставить. Флажок. И. Левая. Делать код. Три уровня. Опять-таки, простой, средний и сложный. Вот. Я выбрал. Ещё нажал. Ну, и в итоге. Проиграл. Бам. Всё. Очень, кстати, громкие звуки. Так что, их лучше отригули. Следующая игра, это Крестики-Нолики. Вот. Уже четыре уровня можно играть с другом. И так же. Три уровня. Постой, средний и сложный. Для игры с ИИ. Я сначала. Вот. Я походил. Два раза. И. Три уровня. Постой. Прям. Вообще простой. Вот. Я сделал ход. Потом ИИ ход. Потом я опять ход. Он ход. И в итоге. Я выиграл. Поэтому, ну, не очень интересно, я бы сказал. А вот на среднем уже сложновато. В итоге я вырву. Сейчас покажу даже, что. Ничью. Далее, это игра Pac-Man. Опять-таки, просто небольшой дудл. Сейчас я вам опять-таки покажу, как. Хотя, кто не знает, как в это играть. Это очень странно. Опять-таки, управление через стрелочки. И это не совсем удобно. Следующая игра, или просто полезная вещь, это спиннинг. Во-первых, его можно просто крутить, как обычный спиннер. Вот, просто нажать спин. Но, также, это и генераторы рандомных чисел. Во-первых, вот, я просто сижу его верчу. Потом переключаюсь на number. Потом опять зачем-то на fidget. Опять кручу. И, в общем, опять на number. И это генераторы рандомных чисел. Сейчас мне, например, выпало шесть. Здесь вроде до шести, или до семи. До шести. Вот. Следующая игра, это кубик. Roll a dice. Тут есть четырёхгранный кубик. Шестигранный, восьмигранный. Гранный, десятигранный. Гранный, двенадцатигранный. И двадцатигранный кубик. Вот, просто выбираем какой-то кубик и roll. Также их можно совмещать. Вот. У меня в сумме получилось сейчас сорок один. И можно добавить число. Это может быть плюс или минус. Вот, я, например, сейчас добавил двадцать. Хотя в сумме у меня сорок один. Сейчас шестьдесят один. Хотя в сумме сорок один. Сейчас пятьдесят восемь. В сумме тридцать восемь. Всё вот так вот просто. Как бы вот. Пятьдесят восемь. Это из-за того, что я ещё добавляю двадцать. Дыхательные упражнения. Это просто дыхательные упражнения. Которые в среднем занимают, ну, минут двадцать или тридцать. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Следующая полезная вещь. Это метроном. Те, кто занимаются музыкой, И сами, получается, знают, что это такое. Просто измерять количество ударов в минуту. От сорока до двухста восемнадцати. Можно здесь посчитать. Условно. Далее это Color Picker. Очень полезная вещь для разработчиков веба. Или для людей, которые рисуют в фотошопе. Например, во-первых, просто пишем Color Picker. Выбираем оттенок. Например, вот красный, но более чёрный. И получаем... Hex. RGB. И ещё несколько... Ой. Ну, пусть будет, ладно, бирюзовый. Hex. Получаем RGB. И ещё три лично неизвестных мне... Ну, цветовой палитры. Ну, вот. Именно. Далее идёт калькулятор. Обычный калькулятор. Один плюс три. Вот. Ой. То есть, один плюс три. Один плюс два. Это три. И также тут есть посчитать тангенс, например, из пяти. Посчитать синус из девяти. И, например, число П. И, что это три целых четырнадцать сотых. Просто обычный калькулятор. Далее у нас идут игры. Точнее, не игры, а сериал Друзья. Если ввести, например, Джои Трибани. Опять-таки, идёт загрузка. Она продолжительна, потому что на сайте ещё есть скрипты. В общем, любое, что можно взять из сериала Друзья. И ввести, есть такая пасхалка. Вот. Если нажать на пиццу, появляются руки. И характерный звук. Что Джои не делится едой. Опять-таки, у меня немножко подлагивает. Но у вас, если особенно компьютер мощный, этого не должно, по сути, происходить. Далее, это The Answer to the Ultimate Question of the Life of the Universe and Everything. Что, как бы, в своём переводе означает ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. И Google просто отдаёт нам 42. Это отсылка на книгу Адамса. Путеводитель для путешествующих. Автостопом по галактикам. Аннаграмма. Просто вбиваем аннаграмму и получаем, во-первых, ответ. Что это такое. А, во-вторых, мама ранг А. Это является простой аннаграммой. Вот так. Мама ранг А. Это как раз-таки и есть та самая аннаграмма. И также мы можем видеть, что это вообще такое. Что это литературный приём из перестановка букв или звуков. Что мы, собственно, и в итоге и видим. Так же, если ввести рекурсия, то мы так же и получаем рекурсию. То есть рекурсия, рекурсия, рекурсия. И, во-первых, ещё и получаем определение. Что это писание, изображение какого-либо объекта, процесса внутри самого этого объекта. Вот, например, это тоже рекурсия. То есть, когда программа находится в программе и так далее. Do a barrel roll. Если просто это ввести и нажать на поиск, то страничка Google делает переворот. То есть, ну, бочку. И всё. Простая бочка. Ещё раз. Оп. И бочка получилась. Далее, это фестивус. Обычно это праздник. Да. И его главной фишкой является простой алюминиевый столб. И, собственно, страничка Google, его, можно сказать, и получает. Этот ничем не украшенный алюминиевый. Просто шесть. Как его ещё называют? Шесть фестивуса. Сам фестивус это простой праздник. Как бы, который заменяет Рождество. BlinkHTML. Опять-таки, если вписать, хотя сам этот тег для HTML, чтобы выделенные им объекты мерцали. Если его просто ввести, то, бац, Blink и HTML будут мерцать на всей этой странице. При этом, сами сайты делать этого не будут. Просто вот. Blink или HTML. И всё. Если нажать Ask You. То есть, ввести. Если мы хотим, например, смеяться над другом, или просто сделать так, то вводим, и получаем, что страничка становится косой. Под углом. И даже футер и хедер. Тоже очень прикольная вещь. И если мы наберём Ask You, например, 1, то всё восстановится. Если ввести Sonic Video-игра, то, во-первых, мы можем узнать, что это. Да? Во-вторых, мы видим маленького персонажа. При нажатии на него, при нажатии, он начинает кружиться и издавать звуки. А ведь такие очень громкие, поэтому будьте внимательны. И далее. Просто переходим на английскую версию. То есть, нам нужна именно английская, чтобы Google Offered In был русский. И вводим специальную команду. Ну, опять-таки, условно говоря. Сейчас. Я вам покажу её. А так она, Google In 1990, ну, именно цифрами, году. Я её случайно на монтаже удалил. В общем, всё. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...